всем привет из сочи сейчас хочу поговорить с вами о поливе и о немножко о уходе за своими вандами девочки часто спрашивают как в сочи я их поливаю как часто где они у меня стоят сейчас все покажу и все расскажу на сегодняшний день вот это моя ванда она уже доцветает остальные ванды сейчас немножко отдыхают это всегда в это время потому что всю зиму и практически постоянно какие-то ванда у меня цветут вот это у меня юга получается вне восточное южное окно вот так скорее всего здесь вот сейчас немножко в обед уже солнышко ушло здесь солнышко светит до обеда и здесь я уже вандачки вот такой шторкой притянила и так они у меня будут стоять все лето по поводу полива уже я начала их поливать через день мы сейчас пойдем поливаться как они у меня растут спрашивают девочки ну вот смотрите вот такие корзинки корзинки прозрачные то есть они с кучей дырочек они как бы немножко притеняют солнце и в то же время они очень хорошо дышащие потому что корни у ванды любят дышать если они не будут дышать они очень быстро загнивают ну и вовнутрь вставляем просто напросто у меня стоит такая корзинка с дырочками просто стоит вовнутрь вот это вот еще единственная ванда которая осталась вы видите с корзинкой такой покупной остальные все ванды я уже убрала здесь моя постоянная реанимашка после каждого цветения у нее становится вот такие листья но в принципе ничего страшного корней у нее достаточно вот я у нее уже стаканчики все по убирала вот она у меня растет вот так вот вот так вот мои ванды стоят на южном окне сейчас еще я пока пару дней не буду притенять а потом притяню вот такой вот прозрачная шторка видите как здесь стоят у меня другие орхидеи ки потому что через пару дней уже будет очень жарко если видно уже вон ванночка с этой стороны немножко загорела но это нормально если ванды не будут вот так загорать на солнышке они не будут хорошо цвести и ванды я поливаю беру вот такое вот ведерочка капаю вот видите вот такую маленькую капельку удобрения набираю потом больше половинки даже не больше вот так вот где-то водички половинку и опускаю туда свои орхидеи опускаю где-то минут на 20 не больше вот так вот я поливаю беру вот такие ведерочки вот набираю в них водички и опускаю свои орхидеи видите вот так вот водичку верхние корешочки я поливаю уже я их не замачиваю очень сильно я беру просто такую вот штучку вот так вот просто по корешочкам поливаю мочу их и все потому что стебли лучше не замачивать корешочки видите да только начинаешь поливать они сразу моментально зеленеют напитываются водичкой и вот этого достаточно именно верхним корешочком а нижние корешочки хорошо всю водичку будут пить из них то что то что там внутри видите очень быстро напитываются после того как корни стали зелеными я еще держу минут 15-20 летом ну чуть дольше водичка должна быть обязательно такая еле теплая то есть не совсем холодная я делаю вот на ощупь чтобы но руке было но чуть-чуть чувствовалось тепло вот и вот так вот мы стоим после того как я полила путем замачиванием я вытаскиваю свою орхидею и ставлю в свое кашпо и вот значит летом сейчас у нас получается я поливаю где-то то есть если совсем жара то каждый день или допустим день полив день просто пшикаю немножко на корни с пульверизатора и поливаю через день вот сейчас я поливаю стала поливать пару дней назад уже через день до этого я поливала через два дня вот 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 еще смотрите вот это сейчас попробую показать видно наверное делают рост идет немножко идет загар чуть-чуть видно как только я вижу что вот такой небольшой загар появляется я орхидею переворачиваю другой стороной к окошку то есть свои орхидея постоянно переворачиваю то есть получается обычно папа лив перевернула полив перевернула если еще раз повторюсь орхидейки не будут стоять на солнышке получать достаточно солнышко то они будут плохо цвести если будут еще какие-то вопросы задавайте всегда с удовольствием отвечу на все вопросы оставайтесь со мной подписывайтесь ставьте лайки всем пока пока